Всем привет, с вами канал Всю Китай, и сегодня у нас на обзоре максимально крутой геймпад с механическими кнопками от бренда Mobapad. Модель его Huben, или Huben, хрен его знает как это читается, M9HD, и продается он вот в такой очень презентабельной коробке. Работать он, кстати, может на Switch, ПК, Android и iOS устройствах. На обратной же стороне коробки есть изображения самого геймпада, а также расписанные главные его преимущества. Хотя про них я вам расскажу и так. Давайте лучше смотреть, что нас ждет внутри. Комплектация, как для геймпада, тут весьма обширная. Встречает нас инструкция, вся в картинках, и в ней досконально расписано, как и чем пользоваться. Хоть она и на английском, разобраться что к чему можно и без знания языка. Дальше черная коробка, в которой лежит качественный брендированный кабель с обычного USB на USB-C, а также в пакетике есть и две пары стиков. Да, они тут съемные, я вам дальше это покажу. Стики, если что, эти разной длины. Еще пара стиков есть в коробке. Они мало того, что самые короткие, у них еще и отличается верхняя текстура. Четыре сменные кнопки с буквенными обозначениями. Фирменный USB-донгл, ну или адаптер, ну вы, короче, понимаете, о чем я говорю. И, конечно же, сам геймпад в фиолетовом цвете, как и был изображен на коробке. Сам же геймпад выглядит очень строго, качественно и дорого. Китайские пады с Алиэкспресс тут рядом не стоят. Кнопки справа и, правда, имеют механический щелчок, вкупе с приятным нажатием. На лицевой части по кнопкам все плюс-минус стандартно, за исключением двух кнопок снизу, нужных для настройки. Что за что отвечает, я вам тоже покажу. А вот на задней части, на первый взгляд, полная вакханалия. Хотя на практике тут все просто. Два больших лепестка, которые способны дублировать действие как одной кнопки, так и воспроизводить целую комбинацию. Нижние кнопки здесь для сопряжения, смотря к чему вы его подключаете. По центру кнопка настройки вибрации, когда у него среднее положение вибрации отключено, а слева и справа это два имеющихся тут режима. Ну и два переключателя сверху, это настройки задних шифтов. Левый переключатель отвечает за левый шифт, правый, соответственно, за правый. Наглядно это выглядит так. Если переключатель не сдвинут, у кнопки большой и мягкий ход, ну, например, это отлично подойдет для игры в какие-нибудь гонки. А если переключатель сдвинуть, то ход становится гораздо меньше, и, например, в шутерах, где на шифты прицеливания и стрельба, это будет в разы удобнее. Что меня удивило, лицевая часть этого геймпада разбирается. Тут даже специальные выемки под ноготь есть. Вот эти штуки слева и справа под собой ничего не прячут, но для чего-то снимаются. А, ну и стики еще покажу-ка вынимать. Технология максимально простая, просто тяни вверх, и он поддается. Другой же просто ставится на его место и, соответственно, прижимается. Главное посмотреть на паз и в него попасть. Но тут, я думаю, справится даже ребенок. Ну и тут снимается центральная часть корпуса. Не скажу, что это прям легко, я боялся как бы ничего не сломать, но снять ее все-таки можно. Доступа к плате и к внутренностям геймпада это, конечно, не дает. Но сняв эту часть, можно поменять кнопки на другие из комплекта. И вот тут важное замечание. Вторые кнопки в комплекте тут далеко не просто так. Те, что стоят по умолчанию на геймпаде, имеют свечевскую раскладку, а вторые – иксбоксовскую. Если вы, конечно, понимаете, о чем я. Короче, сняв B, я не могу поставить туда же B из комплекта. Она тупо не подходит по пазам. Только на место кнопки A. Так что все зависит от ваших нужд и предпочтений. С замененными кнопками этот контроллер выглядит вот так. И если играть будете на ПК, то вот это правильная раскладка. Теперь же давайте поговорим про работу этого контроллера. Для подключения к свечу заходим на нем в «Изменить способ удерживания», а на геймпаде жмем вот эту правую кнопку. Контроллер включится и перейдет в режим поиска. Пара секунд, и сопряжение установлено. Делать это, конечно же, нужно только первый раз. Дальше с этого геймпада свеч можно и включать. Для того, чтобы этот контроллер работал на ПК, можно просто подключить его по Bluetooth, но система его будет видеть как Pro-контроллер, и это не всем играм будет понятно. Правильнее будет подключить к ПК донгл из комплекта и цепляться, соответственно, к нему. Для коннекта необходимо нажать все ту же правую кнопку. И все, геймпад у нас подключен в режиме Xbox 360, и в любых играх, поддерживающих в принципе геймпады, этот геймпад будет работать без проблем. Что же касается работы стиков, то тут все более чем хорошо. Мертвые зоны здесь настолько минимальные, что они фактически даже незаметны на тестах. Про игры же и говорить не нужно, стики отрабатывают выше всех похвал. А вот на что я хочу прям обратить ваше внимание, это на триггеры, ну или же шифты, кто как их называет. Я лично впервые сталкиваюсь вот с таким решением. Кнопка может быть как с уровнем нажатия, и это наглядно видно, так и просто кнопкой, если сдвинуть переключатель. Это просто невероятно полезная штука, которую, как по мне, пора уже внедрять во все геймпады. Я серьезно. Гироскопом этот контроллер тоже не обделили, так что в играх, где он может использоваться, это будет крайне полезно. Так же, как и поддержка Амибы на свитча, прикладываем карточки или фигурки к оготипу и получаем заветные плюшки. Мне проверить, к сожалению, нечем, но NFC тут точно есть. Ну и отвечу на вопрос про вибрацию. Она здесь крутая, тактильно приятная, и вообще к ней вопросов нет. Единственное, если вы будете использовать этот контроллер на свитче, вы должны понимать, что это не HD Rumble, как на оригинальном Pro контроллере, и разной силы в вибрации при том или ином действии этот контроллер не имеет. Дополнительные кнопки на лицевой части здесь, конечно же, не просто так. Вот эта левая отвечает за турбо. Держим ее и нажимаем на кнопку, которая должна стать турбо, и теперь ее удержание будет восприниматься как вечный спам кнопки. Светодиоды по бокам и в логотипе будут моргать со скоростью якобы ее нажатия. Если сделать на ту же кнопку, которая уже турбо, такую же манипуляцию, режим переключится на спам кнопки даже без ее нажатия. Один раз нажал, и теперь она якобы постоянно нажимается. Нажал еще раз, соответственно, перестает. Кстати, скорость этого автоматического клацания тоже настраивается. Держим эту левую кнопку и нажимаем крестовину влево для снижения скорости, или же вправо для, соответственно, увеличения скорости. Ну и в третий раз, если нажать на турбо и уже на назначенную кнопку, турбокнопка отменяется и возвращается к своей привычной работе. То же самое можно сделать, просто подержав кнопку с патронами. О том, что турбокнопки отключены, джойстик уведомит вас вибрацией. Задние лепестки настраиваются с помощью второй дополнительной кнопки на лицевой панели. Та, что с шестеренкой. Держим ее, индикация меняет свой цвет, и нажимаем на желаемую кнопку. Ну а потом на лепесток, который эту кнопку и должен воспроизводить. И вот тут важное замечание. Вы можете сохранить как одну кнопку, так и целую комбинацию. Например, для того, чтобы делать какое-то комбо в файтингах или что-то типа того. И вот это реально мега круто. То есть, вот смотрите, нажал только одну кнопку, а персонаж на экране засуетился как не в себя. Ну и с помощью шестеренки можно изменить цвет подсветки логотипа и вот этих двух диодов по бокам. Держим шестеренку и тыкаем на минус. На каком цвете остановились, тем контроллеры будут светиться. Короче, резюмируя все то, что я сказал и показал ранее, могу добавить только одно. Это полный восторг от этого геймпада. Как в плане его возможностей, с этими комбинациями, макросами и приятным нажатием кнопок, так и от его универсальности. Зачем какие-то накладки на стики, чтобы подобрать удобную высоту, если тут в комплекте получается аж 4 пары стиков? Я лично такого еще не видел. Да и легкая смена кнопок, опять же, которые есть в комплекте, для удобства игры как на свиче, так и на ПК. Короче, пушка. Я однозначно рекомендую его к покупке. Добавить здесь больше нечего. Где купить такой геймпад, ссылка, конечно же, будет ждать вас в описании, как на сам этот контроллер, так и на официальный магазин этого бренда на Алиэкспресс. А, ну и ссылку на мой обзор другого, не менее крутого геймпада от этого бренда тоже оставлю в описании. Кому интересно, этот обзор тоже посмотрите. А вас я жду в комментариях, пишите, что вы думаете по поводу этого контроллера и делитесь опытом эксплуатации, если у вас уже такое есть. С удовольствием ваши комментарии почитаю. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Телеграм. С вами был Игорь, канал Всю Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока! Пока!